МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе посещения современного образовательного учреждения главу государства, уважаемого Эмамали Рахмона, проинформировали о том, что оно состоит из четырех этажей и рассчитано на 2400 учащихся в две смены. 27 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмамали Рахмон, и председатель Маджиси Мили Маджиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустаме Эмамали, Махале Ховарон, района Шохмансур, столицы, сдали в эксплуатацию среднее общеобразовательное учреждение номер 9. После снятия покрывала символической доски и официального открытия учреждения, лидер нации, уважаемый Эмамали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустаме Эмамали, ознакомились с условиями обучения в нем. В ходе посещения современного образовательного учреждения главу государства, уважаемого Эмамали Рахмона, проинформировали о том, что оно состоит из четырех этажей и рассчитано на 2400 учащихся в две смены. Среднее общеобразовательное учреждение номер 9, открытое накануне нового учебного года, состоит из 72 учебных классов, рабочих кабинетов и актового зала на 500 мест. Школьники в соответствии с требованиями времени в технических кабинетах могут изучать точные науки, информационные технологии и получать другие необходимые знания. В Махалихо-Варун одной из главных проблем являлась нехватка учебных заведений. Детям, жителям этой части столицы, до строительства среднего общеобразовательного учреждения номер 9 приходилось преодолевать пешком около трех километров. После сдачи в эксплуатацию нового учебного корпуса у школьников появилась возможность обучаться в современных условиях с тем, чтобы в будущем они служили государству и нации как одаренные и грамотные кадры. Лидер нации, уважаемый Мамали Рахмон, подчеркнул, что построение здорового и развитого общества тесно связано с развитием науки и образования. Принимая во внимание это, правительством страны в последние годы созданы все условия для развития науки, профессиональной подготовки, учебы и воспитания подрастающего поколения. Открытие нового учебного заведения весьма обрадовало учащихся, а преподаватели отметили, что в ответ на постоянную поддержку и внимание главы государства в сфере образования, они плодотворно и целенаправленно будут использовать созданные современные условия для обучения и воспитания молодого поколения. Также в образовательном учреждении имеется электронная библиотека, состоящая из 50 компьютеров, традиционная библиотека на 120 мест, столовая на 250 человек и спортивный зал. Лидер нации, уважаемый ему Мали Рахмон, дал указание во всех образовательных учреждениях столицы с помощью электронных средств контролировать посещаемость учеников. Отопление классов и коридоров будет обеспечиваться за счет специальной котельной. В учреждениях также установлены камеры видеонаблюдения. Территория здания в соответствии с проектом покрыта плиткой, освещается фонарями и осуществлено озеленение. Лидер нации, уважаемый ему Мали Рахмон, напутствовал учителей на эффективное использование созданных условий, правильное обучение и воспитание подрастающего поколения, привитие, миролюбие и дружбы, подготовку достойных кадров. 27 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый ему Мали Рахмон, и председатель Маджрисе Мили Маджрисе Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустаме ему Мали, в преддверии нового 2024-2025 учебного года на проспекте Рудаки района Шохмансур столицы сдали в эксплуатацию новое современное красивое здание Республиканского хореографического колледжа имени Малики Собировой и колледжа искусств имени Ахмада Бабукулова, расположенных в одном величественном здании. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый ему Мали Рахмон и председатель Маджрисе Мили Маджрисе Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустаме ему Мали, в преддверии нового учебного года на проспекте Рудаки района Шохмансур столицы сдали в эксплуатацию новое современное красивое здание Республиканского хореографического колледжа имени Малики Собировой и колледжа искусств имени Ахмада Бабукулова, которые расположены... Объект построен в рамках реализации культурной политики президента страны, уважаемого ему Мали Рахмона. Здание состоит из трех этажей подвального помещения. В нем имеются просторные учебные классы, хорошо оснащенные рабочие кабинеты, залы для репетиций, актовый зал, столовая на 56 мест и другие современные вспомогательные помещения. Актовый зал рассчитан на 126 мест. Он предназначен для проведения культурных мероприятий и малых отчетных концертов. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В ходе посещения лидер нации, уважаемый Эмамали Рахмон, был проинформирован о том, что из общего количества рабочих кабинетов и учебных классов, общее количество которых составляет 90, 42 учебных класса, рассчитанных на 140 мест, относятся к Республиканскому хореографическому колледжу имени Маляки Сабировой. 48 учебных классов на 320 мест принадлежат Колледжу искусств имени Ахмада Бубукулова. Ахмада Бубукулова Ахмада Бубукулова В колледже также имеется 8 просторных хореографических залов. Проект здания в соответствии с решением председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмамали, разработан от 9 декабря 2021 года проектной группой Главного управления архитектуры и градостроительства города Душанбе, а строительные работы выполнило акционерное общество «Авиценна». Внешний вид здания схож с Таджикским государственным академическим театром оперы и балета имени Садридина Айни. С учетом вспомогательных помещений его площадь составляет 3600 квадратных метров. Лидер нации, уважаемый Эмамали Рахмон, в ходе посещения высоко оценил качество выполненных работ и напутствовал ответственных лиц на правильное воспитание молодого поколения в духе патриотизма и гордости, готовить достойных кадров в сфере культуры и искусства. Глава государства назвал великим вклад Маляки Сабировой и Ахмада Бабукулова в развитие и процветание культуры таджикского народа, а жизнь и деятельность этих двух выдающихся личностей расценил как пример для подражания для сегодняшних поколений. Следует отметить, что государственное учреждение Республиканский хореографический колледж имени Маляки Сабировой было создано в 2003 году. В нем подготавливают профессиональных специалистов в сфере хореографии для танцевальных ансамблей и Таджикского государственного академического театра, оперы и балета имени Садридина Айнии. В колледже действуют три отделения – классического танца, народного танца и современного танца. Занятия проводятся с привлечением опытных учителей. В настоящее время в колледже обучаются более ста воспитанников. Колледж искусств имени Ахмада Бабукулова в городе Душанбе относится к культурным учреждениям, которые играют большую роль в подготовке кадров в сфере культуры. Учреждение было основано в 1945 году как музыкальное училище, а затем постановлением правительства Республики Таджикистан от 2 августа 2014 года переименовано в Государственное учреждение Колледж искусств имени Ахмада Бабукулова в городе Душанбе. В колледже искусств два отделения – дневное и заочное. Срок обучения на дневном отделении после 9 класса составляет 4 года, а после 11 класса – 3 года. В учреждении 11 кафедр, в том числе музыковедение, фортепиано, дирижер академического хора, оркестровые и струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные оркестровые инструменты, пение академическое, пение традиционное, режиссура, озвучивание, эстрадное искусство, инструментальная музыка и эстрадное искусство, пение. В настоящее время в колледже на дневном и заочном отделениях на таджикском и русском языках обучается более 300 студентов. Колледж искусств имени Ахмада Бабуколова в городе Душанбе располагает хорошим современным общежитием, где созданы все необходимые условия для проживания 80 студентов. Лидер нации, уважаемый Эмам Алирахмон, на встрече с деятелями культуры, искусств и воспитанниками этих учреждений выразил им благодарность за поддержку государственной политики и поручил в дальнейшем еще больше улучшить деятельность в этом направлении и стремиться к подготовке перспективных подростков и молодых людей во имя доведения национальной культуры до мирового уровня. Потому что культура – это суть нации, ее развитие свидетельствует о прочности независимого государства. Сегодня с участием основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмам Алирахмона и председателя Маджлиси Мили, Маджлиси Оули Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмам Али, в районе Фердавси столицы сдано в эксплуатацию среднее образовательное учреждение номер 14. Теперь для детей-жителей близлежащих Махалей района Фердавси новый учебный год начнется в современной школе, которая состоит из пяти трехэтажных корпусов и 58 просторных классов. С участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмам Алирахмона, председателя Маджлиси Мили, Маджлиси Оули Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмам Али, в столичном районе Фердавси сдано в эксплуатацию среднее общеобразовательное учреждение номер 14. Этот объект сферы образования и науки, рассчитанный на 2400 учащихся в две смены, построен в рамках образовательной политики руководства государства и правительства Республики Таджикистан с целью создания современных условий для охвата учебы и изучения наук подростков и молодежи. Заказчиком объекта является государственное учреждение Дирекция строительства правительственных объектов, исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Строительные работы выполнены специалистами и рабочими обществ с ограниченной ответственностью БДМ и СамарДСМ в намеченные сроки. Общая площадь территории учреждения составляет более двух гектаров, а площадь подстроительства – 9468 квадратных метров. Каждый учебный класс оснащен новыми учебными пособиями. Для правильного воспитания привлечено более 70 опытных преподавателей. В компьютерных классах имеется 80 современных компьютеров и другое необходимое оборудование. В классах химии, физики и биологии имеются лаборатории, а в классах трудового обучения для девочек и мальчиков школьники могут осваивать ремесла. На этом объекте также имеется большой актовый зал на 500 мест, библиотека на 120 мест, электронная библиотека на 50 мест, столовая на более чем 280 человек, класс детского развития, медицинский пункт и класс военной подготовки. Просторный актовый зал школы удобен для проведения политико-просветительских и культурно-развлекательных мероприятий. Также для привлечения молодежи и подростков к спорту и оздоровлению внутри учреждения имеется спортивный зал и две открытые спортплощадки. Открытие среднего общеобразовательного учреждения номер 14 с одной стороны способствует повышению уровня знаний учеников, с другой стороны позволило создать новые рабочие места, так как в создаче его в эксплуатацию появилось более 130 новых рабочих мест. Рабочие кабинеты преподавателей, учебные классы и другие вспомогатели помещения учреждения подключены к единой системе теплоснабжения. Глава государства, уважаемый Эмамали Рахмон, ознакомившись с условиями, созданными в построенной школе, дал полезные указания и советы ответственным лицам по воспитанию молодого поколения и подростков в духе патриотизма и самосознания, их активному участию в республиканских конкурсах. Открытие такого красивого учреждения с современными условиями для обучения и воспитания в преддверии нового учебного года было расценено как ценный подарок правительству Республики Таджикистан детям жителей столичного района Фердавси. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон и председатель Маджриси Мили Маджриси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмамали, на улице Маяковского в районе Сино столицы сдали в эксплуатацию новое здание среднего общеобразовательного учреждения номер 15. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон и председатель Маджриси Мили Маджриси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмамали, на улице Маяковского в районе Сино столицы сдали в эксплуатацию новое здание среднего общеобразовательного учреждения номер 15. Среднее общеобразовательное учреждение номер 15 в красивом стиле и в соответствии с международными стандартами во имя встречи Великого национального праздника 35-летия государственной независимости и в преддверии нового учебного года названо достойным подарком для учителей и учащихся этого учреждения. Объект при поддержке исполнительного органа государственной власти города Душанбе построен отечественным предпринимателем Бахредином Джурахоновым на общей площади 11 тысяч квадратных метров и рассчитан на 2600 учеников в две смены. Это четвертое образовательное заведение, построенное и сданное в эксплуатацию по инициативе отечественного предпринимателя Бахредина Джурахонова. Предприниматель обязался построить в столице еще одно новое учебное заведение на 4400 учащихся в две смены. Строительные работы на объекте были выполнены компанией «Мохерцемент» с привлечением более 100 местных рабочих и специалистов в течение более полутора лет. Здание состоит из четырех этажей подвального помещения, в нем имеется 58 современных классов и лабораторий. Все учебные классы, включая классы химии, биологии, физики, географии, математики, основы работы на компьютере, иностранных языков, освоения ремесел оснащены современными принадлежностями. Два учебных класса по освоению ремесел для мальчиков и девочек оснащены необходимым оборудованием. В этом среднем общеобразовательном учреждении воспитанием и обучением учащихся занимаются 67 учителей. Учебный процесс полностью контролируется посредством 82 камер видеонаблюдения, установленных во всех классах. В школе также имеются рабочие кабинеты для учителей, традиционная и электронная библиотеки, медицинский пункт, столовая на 250 мест, актовый зал на 440 мест и спортивный зал для игр в футбол, волейбол и баскетбол. На территории этого образовательного учреждения на площади 1196 квадратных метров построена спортивная площадка, где созданы благоприятные условия для тренировок. Лидер нации, уважаемый Эмумали Рахмон, высоко оценил качество проделанной работы и напутствовал учителей на еще большее повышение уровня знаний учащихся. Сдача в эксплуатацию такого образовательного учреждения современными условиями для учебы, в том числе обеспечение инновационных технологий и внедрение передовых методов обучения, несомненно, будут способствовать повышению уровня знаний, расширению мировоззрения учащихся и заложат реальную основу для интеллектуального развития и новаторства подрастающего поколения. На улице Шамси, столичного района Сино, с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмумали Рахмона и председателя Маджиси Мили Маджиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмумали, было открыто государственное учреждение Детская школа искусств имени Одины Хашима. В Детской школе искусств имеются современные условия для учебы и освоения тонкостей музыкального и изобразительного искусства. Объект состоит из четырех этажей, 61-го просторного класса, четырех хореографических залов, библиотеки, актового зала, компьютерных классов, кабинета для ремонта музыкальных инструментов, малого и большого концертного зала, музея, столовой и других вспомогательных помещений. 27 августа на улице Шамси района Сино, столице с участием основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмумали Рахмона и председателя Маджиси Мили Маджиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмумали, было открыто государственное учреждение Детская школа искусств имени Одины Хашима. На улице Шамси, столичного района Сино, с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмумали Рахмона и председателя Маджиси Мили Маджиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмумали, было открыто государственное учреждение Детская школа искусств имени Одины Хашима. В детской школе искусств имеются современные условия для учебы и освоения тонкостей музыкального и изобразительного искусства. В учреждении имеются 61 просторный класс, 4 хореографических зала, библиотека, актовый зал, компьютерные классы, кабинет для ремонта музыкальных инструментов, малые и большие концертные залы, музей, столовая и другие вспомогательные помещения. Используя благоприятные условия и возможности, 30 опытных мастеров прививают школьникам профессиональные навыки, преподают им историю искусства и теорию музыки. На этом объекте обучением и освоением различных ремесел охвачено более 500 человек в одну смену. В целом преподавательский состав имеет возможность обучать учеников на 9 действующих отделениях, игре на фортепиано, национальных, духовых и ударных инструментах, а также пению, изобразительному искусству, театральному мастерству и другим ремеслам. Строительные работы в детской школе искусств имени Одины Хошима начались в марте 2023 года. Заказчиком является государственное учреждение управления капитального строительства города Душанбе, подрядчиком компания СТС Иншуот. Проектные работы были выполнены компанией «Мухандис Лой Хакаш». К строительству этого объекта было привлечено 136 местных специалистов. Лидер нации, уважаемый Эмамали Рахмон, дал высокую оценку качества строительных работ и указания соответствующим официальным лицам принять в ближайшем будущем серьезные меры для налаживания таких видов ремесел, как искусство скульптуры, гончарное дело, вышивка цветов и резьба. Глава государства, уважаемый Эмамали Рахмон, поручил преподавателям и ответственным лицам сферы обучать подростков и молодежь всем тонкостям культуры и искусства, чтобы они могли достойно представлять таджикское музыкальное искусство на мировом уровне. Также поручено привлекать в это учреждение к обучению из других учебных заведений, способных подростков и молодых людей, чтобы они широко использовали хорошие условия, созданные здесь. Лидер нации, уважаемый Эмамали Рахмон, также принял участие в концертной программе, которую организовали воспитанники детской школы искусств имени Одины Хошима. Красочная культурная программа, которая представлена с использованием национальных и современных музыкальных инструментов, а также патриотических мелодий и песен, представляющих высокую культуру таджикского народа, была очень содержательной и запоминающейся. Указ президента Республики Таджикистан об увольнении в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки военной службы и очередном призыве граждан Республики Таджикистан 1997-2006 годов рождения на военную службу. В соответствии со статьей 7 закона Республики Таджикистан об обороне, постановляю уволить в запас в октябре-ноябре 2024 года из рядов вооруженных сил Республики Таджикистан пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, Национальной гвардии Республики Таджикистан, внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, войск Гражданской обороны комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан, конвойной бригады Главного управления исполнения уголовного наказания Министерства юстиции Республики Таджикистан, аграрного батальона Агентства по обеспечению специальным имуществом при правительстве Республики Таджикистан, военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы. Призвать в октябре-ноябре 2024 года граждан мужского пола, достигших ко дню призыва 18-летнего возраста, а также граждан старших возрастов Республики Таджикистан, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу для прохождения службы в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан, пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, Национальной гвардии Республики Таджикистан, внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, войск Гражданской обороны Комитета по чрезвычайным ситуациям и Гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан. конвойной бригады Главного управления исполнения уголовного наказания Министерства юстиции Республики Таджикистан, аграрного батальона Агентства по обеспечению специальным имуществом при правительстве Республики Таджикистан. Министерство обороны Республики Таджикистан, председателям призывных комиссий Горнобадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов с участием представителей органов безопасности и внутренних дел осуществлять призыв граждан в пограничные войска, Национальную гвардию и войсковые части специального назначения за счет тщательного отбора призывников с учетом особенностей службы в этих подразделениях и их комплектования в первоочередном порядке. Председателям городов и районов совместно с военным комиссариатами в целях реализации положений ст. 34 Закона Республики Таджикистан о воинской обязанности и военной службе с чувством ответственности осуществить организованный призыв граждан на войну. Министерству культуры Республики Таджикистан, Комитету по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан, Комитету по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан широко освещать ход организации и проведение призыва граждан на военную службу и пропагандировать службу как священную обязанность каждого гражданина Республики Таджикистан. Министерству здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан мобилизовать опытных врачей и специалистов для контрольного медицинского освидетельствования призывников, призванных призывными комиссиями Горнобадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов. Президент Республики Таджикистан Эмумали Рахмон, город Душанбе, 27 августа 2024 года. Уважаемые телезрители, это были все главные новости, подготовленные к этому часу нашими коллегами. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok